Безумие на рынке я уже проходил ранее. Это событие появилось буквально не так давно и теперь оно снова появилось. Вроде как месяца два назад оно выходило, я помню даже выбивал данный сет, но, скажем так, я не записывал еще полного обзора на это событие. Сразу же хотелось бы сказать, что это событие достаточно легкое, чего-то сложного в нем я не заметил и времени, кстати, оно занимает не так много, как казалось бы и сет выбить несложно, поэтому это прям топовое событие, которое я советую пройти, естественно, каждому. Всем привет, ребят, с вами Стивен и я продолжаю играть в игру Shadow Fight 3 и сегодня будет полный обзор на события безумия на рынке, поэтому переходим в игру и смотрим, что на данный момент у меня есть. Я его не полностью еще прошел, но, в принципе, пройдено оно было практически мной от и до. Единственное, что я пока не забрал оружие, но забрать оружие несложно. А, кстати, музыка довольно динамичная. Так, чуть громче сделаю, а то плохо ее слышно. И, в общем-то, да, не совсем полностью я его прошел, поэтому пройдем полностью вместе с вами и, я надеюсь, без особых проблем. И что нам для начала нужно сделать? Я думаю, совершить 1044 прокрутки. По сути, каждое задание мною было пройдено и я вам так скажу, что нет ничего в этих заданиях сложного. Что я не проходил, так это раздвоение прошлого 2. Вот как раз-таки вот этот вот момент я не прошел и как раз-таки в этом ролике мы его пройдем, посмотрим вообще, что здесь за награда. Потому что хотел это все сделать на ролик и вообще у меня набито было 12 билетов за счет прокруток. По данным прокруткам я сделал уже их на третий левел. Немного. Не сказал бы, что много, потому что 1000 билетов было начислено разработчиками. Не буду этого скрывать, потому что я не приобретал билеты, рубины я не тратил, как вы видите. 34 632 рубины у меня есть, 1000 билетов вот эти вот, которые у меня имеются, было у меня 44. Были подарены разработчиками для данного ивента. Спасибо им огромное, кстати, за это, потому что это реально помогает очень быстро и легко все пройти. Но я до этого момента старался все сам пройти и полностью пройти все вот эти вот моменты. Поэтому, как вы видите, без особых проблем я и сам могу их проходить. Для чего нужны билеты? Просто чтобы вам было поинтереснее смотреть этот ролик. В этом-то все и дело. Начнем мы, конечно же, с первого. Шумные соседи. И давайте вообще посмотрим. Единственное, что я здесь диалогов не вижу. Опять то ли послетали, то ли что, потому что диалоги должны быть. Рынок всегда был оживленным местом, но это уже переброр. Этих несчастных нужно эвакуировать. Они уже надышались теневыми испарениями. И это будет непросто. Я бы сам их успокоил, но не очень-то люблю конфликты с соседями. Справишься? Они появляются только лишь один раз. И вот здесь проблема в том, что не сразу же все диалоги появляются. Небольшая проблемка есть. Небольшая, я бы сказал. Уточнил данный момент. Небольшая. То, что вначале тоже должны быть вроде как какие-то диалоги. Хотя могу и ошибаться. Давайте смотреть дальше. Я ранее как-то, когда это событие проходил, вот два месяца назад, я не обращал на диалоги внимания, потому что тогда у меня не было еще рубрики полный обзор. И тогда я как-то вот проходил для себя, что-то делал. Но это мой первый сет, по-моему, был, который я полностью выбил. Это сет Адзумы. Это было прям нечто. Потому что ранее как-то я не выбивал сеты. Я тогда еще не особо был прокачан. Всего-то аккаунту, по сути, этому, по-моему, около трех месяцев. Даже два, наверное. Два с чем-то месяца, в общем, этому аккаунту. И поэтому на деле за два месяца, на тот момент, когда в прошлый раз выходил данный ивент, у меня не было, в принципе, возможности его полностью осилить. Вот. И поэтому, да, такие моменты были. Хотя, не то, чтобы не было возможности. Может быть, я его... Нет, я на тот момент его полностью осилил. Я же его полностью осилил. Это был первый сет, я же об этом сказал. Да, это первый был. Но именно до этого момента кое-какие были тоже же все-таки события, которые я прям полностью не проходил. И чаще всего это возникало из-за того, что у меня не было на тот момент еще сета узурпатора, которым я, по сути, гриндю эти вот события, гриндю. Да, именно так. И тогда я еще не состоял в контент-креаторке. Не все батлпассы я мог получать. За данный период у меня было два батлпасса, как подарок для разработчиков. И два раза я получал билеты. Вот, как раз-таки сегодня я получил второй раз. И поэтому, по факту, вот, некоторые говорят, что я донатер. Ребят, камон. Батлпасс дарит вам новый сет. С сетами новыми я не особо играю. Мне узурпатор нравится, вы его бесплатно выбить можете. То же самое я могу сказать и про перки. Перки на халяву вам не летят. Их нужно получать в рейдах. Я играю в рейды, я уже набил 8 тысяч очков. Это тоже не за счет доната сделано. По большей части, здесь донат решает мало что. По большей части решает, сколько вы времени проводите в игре. Вы сами видите, времени в игре я провожу много. Не раз в роликах показывал, что я могу в игре зависать около 10 часов спокойно за сутки. При этом набивая какие-то события и изучая немного игру. Поэтому, нет. Донат здесь, да. Он может вам помочь выбить что-то новое. Определенно. Может кто-то даже этим новым чем-то будет и играть. Определенно. Там, например, сетом Короля Легиона. Либо рукой Магмариона. Допустим. Но я это по большей части просто обозреваю. Мне это не надо. Я даже рубины особо не трачу. У меня 34 тысячи рубинов. И это все то, что я накопил за 2 месяца. Для чего я не трачу рубины? Просто по той причине, чтобы, конечно же, вам было интереснее смотреть, как можно развить аккаунт, не используя практически рубины. Только лишь тогда, когда это прям, ну, очень нужно. Например, сделать обзор по чему-то новенькому. Либо просто-напросто как-то развлечь вас в плане чего-то, какого-то выбивания. На прокачку устойчивости вы можете сказать, что, ну, устойчивость у тебя за счет этих сетов быстрее прокачивается. Ничего подобного. По большей части я устойчивость прокачал, вот, предыдущий ролик можете посмотреть. Я открывал сундуки. Открывая сундуки, вам устойчивость прокачивается намного быстрее, нежели чем, если вы там проходите какие-то батл пассы и открываете там вот эти вот три несчастных набора. Нет, это тоже не совсем помогает. И по большей степени, конечно же, решает сундуки. Прям очень хорошо устойчивость качается. У меня сейчас благодаря этому 106 тысяч. Вроде потише стало, но ты все равно не расслабляйся. Работы еще много. Говорит мне данный персонаж. Ну, раз много, будем что-то делать с этим. Так, далее. Следующий момент это коршуны катастрофы. Как раз-таки советую гриндить билеты именно здесь, потому что здесь в разы легче это делать. Это первый момент. А второй момент, то что здесь вы по-быстрому добиваете 6 противников и побеждаете. Разведчик Вэй. Проклятые мародеры. Как будто нам проблем не доставало. Разгони их, пока я занимаюсь эвакуацией граждански. Так, ну что ж, пробуем. Отлично. Добиваем. Победа. Отлично. Счет 1-0. Без особых проблем. Все спокойно и легко пройдено. Давайте посмотрим, что будет дальше. Дальше тоже сложного ничего нет. Поэтому я считаю, что это событие, оно довольно-таки простое. И вы спокойно можете его проходить. Потому что здесь нет каких-то подводных камней. Вас не лишают какого-то определенного оружия. Как, например, это было в предыдущем событии. Когда вы выбираете, например, сет узурпатора. У вас берут, отбирают эти вот оружки. И вы такие, а кулаками сражаться. Но это посложнее будет. И нет каких-то определенных моментов, где происходит какая-нибудь проблема с управлением. Где вам его берут, меняют. И вы такие должны атаку назад делать, чтобы сделать атаку вперед. Что тоже не всегда и не совсем удобно. Поэтому в этом смысле, конечно, прям радует. Радует то, что здесь событие такое довольно лайтовое. Вы можете спокойно набивать все. И, конечно, кайфовать от игры. Спокойно. Вот я бы так даже сказал. Спокойно кайфовать от игры. События прям идеальные. Раунд пятый. Раунд пятый. И даже тут не шесть, а пять поединков. По сути, это то же самое, что в предыдущей... В предыдущей битве. Там же было около пяти тоже. Четырех. Я не помню сколько. Пять-четыре. Там, короче, восемь боев где-то... Даже, наверное, больше нужно было бы отыграть. Вместе с этими вот анимациями, ставками. В общем, сложно. Довольно сложно. Здесь хотя бы в этом плане все гораздо легче. Нет какой-то возни. И бонусная карта на 15 жетонов нам также выдается. Этот чертов тенепровод то и дело выходит из строя. Будто не сам выходит, а кто-то его специально выводит. В любом случае, это уже не первый раз и точно не последний. На моей памяти уже с десяток таких аварий, а то и больше. И знаешь, что я тебе скажу? Чем порядочнее человек, тем сильнее эта штука. На него действуют всякие разбойники и проходимцы. Они чувствуют себя прекрасно при любых обстоятельствах. Так, ну давайте дальше смотреть. Мы прошли, получается, вот эти вот два события. Посмотрим на самоволку. Что из себя представляет данное событие и что нам вообще требуется прямо сейчас делать. Мне еще надо как-то будет 250 билетов там и там накопить. Нет, ну это ни в какие ворота не лезет. Я старик с ног сбиваюсь, а эти негодяи прохлаждаются у меня в кузнице. Кажется, теневая энергия на них тоже повлияла. Напомни им, что их ждет работа. Ну, как ты умеешь. Вообще, на деле, кстати, здесь не совсем сложно все фармить. В плане билетов тех же самых очень часто. Они, по крайней мере, мне в этом событии вылетали из, опять же, вот этого вот линга. Вот этой вот сундучка линга, назовем это так, да. Где делаются прокрутки. Мне оттуда выпало, по-моему, 600 билетов. Да, везение, не спорю. Но вот повезло, 600 билетов я оттуда выбил. Так, что ж. Дальше, следующий бой. Это будет последний. И, наконец-таки, мы продвинемся по сюжетке дальше. Узнаем, что же здесь происходит в данном событии. Так, отлично. Глупого бригадира мы победили. Глупый бригадир у нас лег поспать немножко. И сейчас далее будет еще один персонаж. Да, тоже глупый бригадир. Тоже одолеем быстро. Так, и справились еще с одним достаточно нудным, я скажу вам так, событием. Почему? Не событием, а именно вот данным боем. Почему? Потому что здесь по два поединка и пять раз. Это прям, ну, печальная ситуация. Мне больше всего нравятся именно сложные бои. Просто по той причине, что в сложных боях хотя бы шансов больше на то, что это событие тебе не надоест. Мне этих фельдшеров даже немного жалко. Раз за разом окунаться в это безумие тут любой рано или поздно струсит. Да и растерялись они без своего бригадира. Но что поделать, работа такая. Ни одному же мне тут всех спасать. Согласен, Линк, согласен. Далее, цена жадности. Давайте пробовать проходить данный момент. И, кстати, я порой захожу в группу ВК, читаю сообщения ребят, довольны они либо нет тем или иным событием. И многие писали по поводу того, что в каждом событии мы встречаем либо Линга, либо фанатку, либо еще кого-то. И они уже немножко поднадоели. Как вы думаете, они Рин поднадоели? И хотелось бы увидеть кого-то, кроме разведчика Вэй, либо Линга здесь, чтобы какие-нибудь... Вот как выразился один из людей, штрафники здесь говорили, какие-то свои комменты давали. Не только данные персонажи. Понятное дело, что это повестка, которая вводит тебя в историю и рассказывает о том, что произошло. Они как больше историки, либо рассказчики работают. Но я был бы не против выслушать, например, не от Линга тот или иной рассказ, а, например, от Джун, либо кого-нибудь еще. От того же тени, почему бы и нет? Это было бы классно. Ситуация в порту катастрофическая. Там повсюду теневые твари. И откуда они только взялись? В прошлые разы их не было. Это тебе не торговцы, пока они там хозяйничают. Мы не можем нормально эвакуировать людей. Но опять же, это просто мысли вслух. Я не навязываю того, что это нужно делать. Нет, ни в коем случае. Просто сам по себе факт того, что был бы так не то чтобы лучше, а разнообразнее. Но это правда. Да, здесь не сложно сражаться. Я бы не сказал, что здесь сложно. Но фармить по 5 билетов. Там, по-моему, еще 4 с рекламы падает. По 9 билетов. Вам нужно 6 раз отыгрывать данную тему, чтобы одну прокрутку хотя бы заработать. Не знаю, кому-то, может, это и удобно будет. Но мне как-то легче за 250 билетов пройти, получить там 105 билетов этих красных. И получить сразу же практически 2 прокрутки, нежели чем здесь отыгрывать. Притом, да, здесь тратится по 60. И суммарно вы потратите 120 синих билетов. Вот, 4 плюс 5, 9 получается, да. Нежели чем, скажем так, 250. Кажется, я понял, откуда вылезали твари. В последнее время в порту контрабандистов развелось всех, не упомнишь. Полагаю, некоторые из их грузов были довольно опасны. Общая паника, отсутствие мер безопасности. И теперь мы все расплачиваемся за их жадность. Так, вот такая вот ситуация. И далее она ждет поединок, где нужно 100 билетов. А у меня 97. Поэтому давайте, наверное, сделаем прокрутки. Как раз-таки, может, мне сейчас повыпадает 14. Злополучное 14. Очень часто выпадает. Многие на это жалуются. Вот именно здесь 14. Это прям в прокрутках это наверняка. Я жду тоже, чтобы это исправили. Потому что мне заколебало самому получать вот эти вот... Снова 14. Снова 14. Ничего не меняется. Я не хочу вкачивать сет. Дайте мне билеты хотя бы пару раз, чтобы я мог продемонстрировать. Мне нужно всего-то 650 билетов. Вот получится ли у меня выбить с этих всех прокруток 650 билетов? Непонятно. Шестерка падает. Но здесь мне выдается два таких билета. Классно, но не совсем нужно. Два. Уникальный ценит сит падает. Ладно, забираем его тоже. Хорошо, продолжить. Далее снова нажимаю на прокрутку. 10. 10 тоже мне пока не совсем надо. Потому что, да, это тоже ценит сит падает. Мне он не особо нужен. Перки качать, конечно, это классно. Но здесь всего-то по... Ну, здесь 80. Тут еще ладно, выпало нормально. Ну, чаще всего падает. Ну, прям кот наплакал. И хотелось бы, конечно, чего-то большего. Либо 200, либо 300 билетов хотя бы. Уникальное эпическое снабжение. Да. Да, это то, что нужно. 13. Отлично. Нет, не отлично. Не отлично. 12 нужно. Да, 13 это не отлично. Я думал, 12 выпало. Вот 12 было бы классно. 12, либо 4. Это вот то, что мне чаще всего... Хотелось бы, чтобы выпадало. 12. Все, супер. Хорошо. Мы получили хотя бы 300 билетов. Это замечательно. Так, 300 билетов есть. Это хорошо. 6. 6 это в принципе тоже хорошо. Потому что если мы хотя бы 2 раза золото выбьем, это было бы прекрасно. Снова выпадает 14. Снова выпадает 14. И я снова получаю уникальный жетон безумия. Уже 3, то ли 4 раза 14 мне выпало. Что, конечно же, да, печаливает немного. Но ладно. 5. Ну, тут, конечно, тоже не совсем то. Лучше бы 6, либо 4. Снабжение. Это круто, но не всегда. Продолжить. 5 снова. Да, снова снабжение падает. Оно как будто вот норовит специально повыпадать. Эх, игра, игра. Ну, что ж ты такое творишь-то? Ну, вот не понимаю этого момента. Давайте снова. 14! Какой раз уже? Блин. Ну, хоть бы что-то более интересное выпало. Остается всего-то 5 прокруток мне. По большей части можно реализовать и все. И больше никуда я не двинусь. Так, ладно. Снова 4. Это беда, ребят. Это беда. Это 200% шанс, наверное, на выпадение. Я не хочу качать этот сет. Я не хочу его качать. Спасибо. 1. Да. Я жду 4. Я жду 4. Пожалуйста. Либо снова 12. Можно? Осталось всего-то 2 прокрутки. Снова падает 5. 5. Да. Не особо много я получу, конечно. Но, видимо, одну часть мы и не пройдем таким образом. Потому что что-то, мне кажется, не выпадет мне. О, 4! Спасибо огромнейшее. Все. Спасибо. Я справился. Мы полностью пройдем все события. Идеально. Так, окей. Полностью все события я прохожу. Кстати, на данный момент у меня 7-й левел прокрутки. Это 500 рубинов, 2250 синевой, 25 золотых ключей и 1 бустер-пак падает, что довольно-таки неплохо. Так, переходим далее на безумие на рынке. И на данный момент проходим данные как раз-таки бои. Что у нас здесь будет? Тут у нас шутник Сота. Отряд равнения. Обезвредить теневого монстра. Сопротивление бесполезно. Руки за голову. Но это еще не все прокрутки, которые я реализую. Потому что за счет билетов у меня получится реализовать чуть больше прокруток. Что, конечно же, есть хорошо. Так, тут меня... Ой, как меня бьют тут красиво. Ну, смотрите, я еще сейчас проиграю. Будет не очень хорошо, наверное. Так, и остается последний. Последний. Самый основной. Босс. Раунд первый. Так, фельдшер Адзума. Вот он, как раз-таки. Здесь особо комментариев он свой. Ты не пройдешь, я один сдержу тебя. Ну, кстати, он может. У него очень классные способности. Но так как он использовательную энергию теряет здоровье, то это не идет ему на пользу. О, и он оружие потерял. Хорош, выцепили. Счет 1-0. Главное выцепить этого персонажа и начинать его атаковать. И когда вы его атакуете и вы его добили, то, конечно, здесь уже сложностей никаких нет. Вот тут вот я не успел разогнаться. Успел меня выцепить вот этой вот довольно скромненькой своей атакой. Снова потерял оружие, снова остался без всего. Снова облажался с этой атакой, но здесь меня оттолкнуло и довольно неплохо это сделал. Но при этом счет 2-0 и мы его побеждаем. Отлично. Так, и остается последний бой. Последний поединок. Сейчас он снова способности оттолкнул. А, нет, он решил... Ух ты. На скорости решил меня атаковать. Ничего себе. Так, ну половину здоровья он потерял. Две атаки и победа. Со счетом 3-0 просто взяли и победили этого персонажа. Не сложно. Я бы не сказал, что сложно. Нам дается 50 жетонов, 75 жетонов безумия. И сверху еще бонусом 30 жетонов безумия нам падает. Для прокачки, опять же, данного сета. Что? Где я? Ах, это ты. Хорошо, что ты пришел мне на помощь. Ребята, мой первый отряд. Они до сих пор снятся мне. Все они погибли 15 лет назад. Я был неопытным бригадиром. С тех пор у меня что-то вроде травмы. Так сказал психолог в куполе. Она сказала еще, что мне лучше сменить работу. Вот чудное. Как же я сменю ее? Это работа моя жизнь. Что ж, за дело. Так, за дело, так за дело. Ну и теперь на данном этапе у нас есть сразу же два момента. Вот таких вот. Поэтому сначала отыграем вечеринку в кладовке. Потом отыграем теневую гвардию. И перейдем уже на самые главные основные события. Будем, надеюсь, их тащить. Так, живой доспех. А кстати, тут есть одна проблемка. Некоторые мои любимые доспехи ожили и занимаются чем хотят. Ты же знаешь, я вкладываю душу в свою работу. И да, тут просто нужно шесть доспехов победить. Поэтому будем сейчас пытаться это делать. Классный доспех. Добиваем его. Отлично. Все. Минус один доспех. Вот такие бои мне нравятся. Очень быстрые, динамичные и классные. И нет вот этой вот движухи в плане того, что нужно по несколько раз одно и то же делать. Вот начались как раз таки те самые динамичные бои, о которых я говорил. Плюс это разные сеты. Это тоже довольно интересно. Вот это тоже вроде сет с предыдущих событий. Одного из. И как раз таки его одолеваем тоже очень и очень легко и просто. Смотрим следующий живой доспех. Кто тут у нас? Ух ты! Шикарно, шикарно. Прям мощный мэн. Ой-ой-ой. Ну меня подтолкнул. Бывает. Пару раз ударил. Ну и далее мы его просто выцепили. И начали очень и очень быстро добивать. Да, комбо-атака прям наверняка сработала. Меня это радует. И очень быстрые бои. Вот не повторю... Скажем так, мне не сложно это повторять. Мне не сложно это повторять, потому что они реально не сложные. Вы просто проходите, быстро добиваете и дальше идете. И при этом получается отличная награда. И не очень долго. Вот единственное это билеты доставать. Иной раз прям такое себе. Долго, долго, сложно. А так, в целом, не проблема. Но я не советую эту часть проходить. Лучше проходить там, где билеты даются на прокрутку. На прокрутке вы и марафон быстрее пройдете. И проблем меньше будет. Здесь вам выдаются жетоны для открытия бустер-паков. Все равно они копятся сложно. Долго им... И... Сложно. Короче, сложно они копятся. Это самое главное. И поэтому все-таки из этих двух я выбирал бы следующее. Которое мы сейчас как раз таки и поиграем. Так, здесь мне падает 20 жетонов. 75 таких. Спасибо, удружил. Я не зануда. Но буду спать спокойнее. Если доспехи не будут шуметь всю ночь напролет. Скорее бы Адзума пришел в себя. Работа стоит. У меня много заказов на этой неделе. Так, и у меня остается сколько? 247. А мне нужно 250, чтобы зайти сюда. Поэтому прямо сейчас мы делаем вот такой вот мини-шажочек. Забираю 10 билетов. И можем двигаться дальше без особых проблем. Я надеюсь, прямо сейчас просто возьмем и затащим здесь, в Теневой Гвардии. Погнали. Так, Теневая Гвардия. Следующий достаточно несложный бой, который мне нравится. Который я бы проходил всегда. Хорошо, что я тебя нашел. Помоги мне. В одном из переулков случился настоящий Теневой Пожар. Гражданские уже покинули этот район. Слава богам. Но там сейчас застряли наши лучшие гвардейцы. Их нужно нейтрализовать, пока они не погибли. Говорит нам данный персонаж. И прямо сейчас мы это будем делать. Так, ну что ж. Безумного Гвардейца давайте одолеем. И дальше пойдем. Тут тоже 6 боев. Не билетов, боев. Все очень легко и просто проходится. Но потом вы получаете очень много билетов для прокруток линга. Там получается 105 суммарно падает вместе с просмотром рекламы. И таким образом вы неплохо так билетики фармите. За билетики вы можете очень быстро проходить в марафон, понятное дело. И получать достойную награду. Но если вам не выпадает число 14, понятное дело. Если выпадает 14, достойной награды там, к сожалению, не будет. Инфосотка. Ну, кроме если вам не нужно прокачивать данный сет. Может кто-то и ждет число 14. Чтоб каждый раз выпадало. Чтоб можно было прокачивать сет 24 на 7. Но, по крайней мере, мне это не надо. Поэтому, честно говоря, не особо жду. Вот прям не особо. Так, хорошо. Это мы сделали. Раунд 4. Напарник Вэ. Давайте смотреть, что у нас здесь происходит. Так. Ну и тут тоже персонажи такие. Они довольно слабые. Я бы не сказал, что они прям супер сильные и непобедимые. Нет, это определенно не так. Без особых проблем мы их побеждаем и можем двигаться дальше. И, конечно же, побеждать того же самого безумного гвардейца. Давайте попробуем это сделать. Так, отлично. Хорошо. И добивающий удар вот такой вот. Да. Я, по-моему, промахнулся, но его я добил. Либо мне кажется. Я не знаю. Я этого момента не знаю. Раунд 6. Так. Смотрим, что у нас тут получится. И как. Что самое главное. Так. Так. Отличненько. И его тоже спокойно добиваем. Оружие выбили. И хорошо. Воу. Так. Так. И теперь самый интересный поединок. Раздвоение прошлого. Избивать Адзуму от мучительных галлюцинаций. Что самое интересное. Я впервые это прохожу. Потому что фармиться вот эти вот золотые билеты сложно. И поэтому мы будем сейчас сражаться с этими персонажами. Темневые монстры по периметру. Отряд, приготовься к обороне. Так. Говорит Адзума. Но тут что, несколько персонажей будет? Тихоня, смелее. Воу. Так, ладно. Блин, не подпускает к себе. Ну вот. Все. Подпустил. Теперь можем одолевать его. Наверное, тут тоже несколько поединков будет. Потому что странно. Если всего два, значит здесь. Наверное. Наверное, здесь будет не босс. Да, здесь, наверное, будет босс только в конце. Я просто думал, тут чисто босс находится и все. Но, как вы видите, тут не только босс. Тут, видимо, будет очень и очень много поединков. Так, ну мы одолели Тихоню. Да, как вы видите, я ни разу его не проходил. Я его ни разу не проходил. И здесь, собственно, проблем нет в целом-то пройти его. Единственное, что я не думал, что здесь столько поединков будет. Я думал, тут чуточку все легче будет. Ладно, давайте смотреть. Не забудь про сюрикены. Ну, опять же, он те же самые диалоги говорит. То, что и в сотом поединке. Видимо, здесь особо ничего не меняется. Просто вы против боссов сражаетесь. А так, это тот же самый поединок за 100 билетов. Который посередине находится, в который вы заходите. Собственно, разницы вообще никакой. Можно даже будет вырезать соток поединков. Может, бои какие-то. И просто продемонстрировать эти. То, что даже комментарии одни и те же дает Адзума. И, видимо, тут просто нужно боссу побеждать. И все. И тут в этом-то и вся фишка. Вот, 30 легендарных ключей выдала мне. Отличненько. И далее идем в бой. Снова. Так, спасатель Адзума. Да-да. Где же он, это вот этот вот гид? Ну, давайте его избивать. Нужна помощь. Да, тоже он гиду говорил. Нужна помощь. Те же самые поединки. Те же самые поединки. Ничем не отличаются. Так. Раунд второй. Хорошо. Пробуем сейчас. Осиливать гида. Вот так вот. Хорош. Просто-напросто взяли и добили без особых проблем. Так. Снова победа. И еще два раза я могу пройти. Надеюсь. Поэтому двигаемся дальше. Так. Смотрим. Я тебя прикрываю, если что. Ну, опять же, Тенебрисовна говорила и в том поединке. Такие же слова. Что ж, добили. Добили. Ну и босс, видимо, будет не самый сложный. Потому что если их мы вырубаем на лике, то и... По сути, все само по себе событие. Оно достаточно простым будет. Так. Хорош. Ух ты, заблокировался от каждой атаки. Молодец. Молодец. Не у каждого это получается делать. Второй раз? Да нет. Даже конец не пробил. Пробил. Все. Отлично. А то я думал, второй раз еще на защите будет находиться. Это было бы слишком странно. Так. И остается босс. Остается босс. И за это мы еще и 90 билетов сверху получим. Это еще на 4 прокрутки приблизительно, если я не ошибаюсь. Воу. Ты не пройдешь. Я один сдержу тебя. Ну, ясно. То же самое прокомментировал. Странно то, что разрабы решили добавить два одинаковых момента. Странно. Очень странно. Здесь же сюжетка не меняется даже. Получается, можно сказать, весь сюжет безумия на рынке я, получается, завершил еще в середине где-то. А здесь просто награда другая. И, в принципе-то, все. И заход другой на 10 золотых билетов. Ну, с моим количеством прокруток. А я прокрутил очень много раз там. 5 раз. Ну, около 40 прокруток, наверное, я сделал. Всего-то на один раз я прокрутил данного фельдшера. Странно. Очень странно. Вот этот вот момент печалит. Не, конечно, тут все зависит от везения. Это понятное дело. Но все же. 150 билетов еще сверху выдается. Подожди. А где же теневые вышки? Чертова теневая энергия. Я снова угодил в ее сети. В этот раз поражение такое сильное, что мои кошмары, кажется, начали воплощаться в реальности. Нужно больше медитировать и стараться мыслить позитивно. Спасибо за помощь. Но все же тебе опасно здесь находиться. Уходи. В этот раз я точно справлюсь. Так, ну и уникальный премиум набор мне падает. Почему бы не открыть его и не посмотреть, что здесь мне выдали? Солярные бомбочки. Саванна. Маска Мстителя. Повидные. Ага. Да, ничего того, чтобы небо могло прокачать устойчивость. Понятное дело. Так, и все. Мы полностью прошли данное событие. У меня 1182. Получается наградка. Давайте смотреть, что у меня будет здесь. 1182 наградка. Жетонов я хотел сказать. Наградка 1182. Что это значит? И еще пару прокруточек сверху. Восемь. Кстати, восемь еще цифра не падала. Что у нас здесь? Легендарный вершина. Давайте глянем. Что мне здесь выдать? В легендарной вершине. Ого! Коготь ворона. И при этом, смотрите-ка, 150 устойчивости я получаю. Неплохой такой моментик. Еще две прокрутки. Шестерка. Блин, снова бы шестерку. Я бы еще раз смог пройти. Восьмерка. Что-то интересное могут прямо сейчас мне выдать. Давайте смотреть. Открываем легендарный вершин. Смотрим. И тут... Ооо! Сердце древара. Сердце древара падает. Но оно у меня уже было. Так, ну и в принципе вот такая вот ситуация на данный момент у меня происходит. Здесь. Так, переходим сюда. Получается... Да, все, я полностью закрыл марафон. Забираем награду. Полностью закрытый марафон. 240 у меня устойчивости. Плюс легендарный Маркуса и сетовый набор. Сетового... Сетового! Сетового набора. Что мне тут падает? Вот это вот экипо. Ага, да, скорее всего это она. Нет, не она. А, да, да, она. Это экипировка, получается, сержанта. А, нет, нет. Это не экипировка, сержант. Про... Про называющий луч. Хм, странно. Ну, какая-то экипировка точно выпала. Окей, окей, окей. Может, я что-то путаю. Ну и плюс какая-то доп. экипа. Ладно. Окей. Окей. 107 тысяч у меня ровно устойчивости. Немного. Я бы не сказал, что много. Ну и здесь, конечно, тоже плюс есть небольшой. 1500, кстати, за открытие бустер-паков я уже всю награду забрал. За открытие сундуков заданий. Кстати, можно пооткрывать сундуки заданий. Может, как раз-таки устойчивость бы установил хотя бы немного. Это было бы прям прекрасно. Ну, здесь, конечно, выпадает награда прикольная. Но все равно не то, не то, немножко не то. И здесь я дохожу все равно до седьмого левела. Нужна еще, по крайней мере, хотя бы одна прокрутка, чтобы до восьмого дойти. Ну, сложно, сложно доходить. Не буду спорить, тут прям сложно иной раз дается все. Так, редкие ключи я забираю. Также я забираю куртку скаута. Угу. В бустер-паках я могу забрать бесплатный редкий династия. Давайте заберем его. И да, сейчас я еще в события зайду. Там тоже есть чем поживиться, потому что я не демонстрировал, что я забирал по самому событию. Так как все-таки благодаря данному моменту я все же тоже неплохо так прокачался. Так, здесь у нас ничего вроде бы, да? На халяву нет. А вот здесь вот как раз-таки есть такой вот момент с десятью тысячами. Но это прям фармить очень сложно. И вот здесь с двумя тысячами и четыреста. Две тысячи тоже на фарминг сложновато. Кстати, вот можно тут еще за триста рубинов приобрести. Но я брал только бесплатную. И вот тут двухсотпроцентную штуку. Давайте еще купим вот эти вот предложения. Посмотрим, что они мне выдадут. Так, а мне они выдают вот такую штуку, вот такую, вот такую штуку и вот такую. Отлично. И открываем еще один бустер-пак уникальный. Так, и что здесь у нас будет? Ага, составной лук, шлем болотника, роскошный жилет и утяжеленный сянцгзи. Хорошо, допустим. Так, я, конечно же, примерю. Ой, кстати, смотрите. Я сейчас прокачаюсь нехило так. Опа, 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 прям 108 тысяч почти есть. Наденем данный сет. 96 тысяч уже у меня имеется вот такого рейтинга. И давайте, наверное, вот здесь тоже я расставлю кое-какие плюхи. Потому что под данный сет они, соответственно... А, нет, они у меня расставлены. Ну да, навестников у меня мало что выбито. Поэтому не буду этого момента отрицать тоже. Давайте прокачаем. Потому что все равно куда-то это надо тратить валюту. Поэтому будем смотреть, как я сейчас делаю себе рейтинг 100 тысяч данной брони. Поэтому классно, классно. Спорить не буду, прикольно выглядит. Так, сия прокачка. Аж 101 тысячу. А, ну и могу еще раз броню, наверное, прокачать, например. Все, прикольно. 101 тысяча, 762 рейтинга. Офигенно. И 107 тысяч устойчивости имеется. Вот это классно, вот это круто. Так, и давайте пооткрываем пару сундуков, чтобы там чуть дальше марафон добить. Посмотрим вообще, прокачается, не прокачается за счет открытия сундуков. Ну, вроде как должно, по логике. Да даже устойчивости я должен вкачать немного. А хотя нет, что-то не особо много падает. 2,370, а за открытие сундука заданий 250 мне начислило. Получается, если я открою сейчас... Хм, ну ладно, давайте открывать дальше, смотреть, что у меня получится. О, 270, кстати, устойчивости выебил. Отлично. Значит, там 108 тысяч должно быть по устойчивости у меня. Хорошо. Так, ну тут только я мог еще один открыть. И да, марафон трофеев, он проходится. Но все же я как-то ждал большего. Ну да, у меня ключей здесь немного. Я прям их очень много потратил, когда пытался каким-то непонятным образом пройти дальше по сюжетке. И там прям очень много ключей ушло на сие события. Так, ну и откроем тогда данное тоже. В данный момент. Так, открываем. Ну тут тоже вот 150 устойчивости выпало. Я надеюсь, что еще устойчивость подниму за счет полностью собранных сетов. Так как об этом, собственно, не особо пишет. Так, здесь у нас что? Ммм, устойчивость не прокачалась. Ну ладно. Хорошо. Пусть, значит, будет так. Переходим. И да, здесь вот я даже не до конца добил. Ну, лады, лады. Забираем тогда 100 энергии бездны. У меня энергии бездны сейчас за счет прохождения марафона. У меня 730. У меня уже почти 8000 рейтинга. Нужно уже как-то до Магмариона добивать. Потому что, ну, пора. Уже пора это делать. Я как-нибудь за это возьмусь определенно. Ну и, в общем, такое событие получается. Вот так вот все на данный момент у меня выглядит. На данном этапе, по крайней мере. 104 тысячи требуется. У меня 108 тысяч. Не совсем много, поэтому далеко 100% я пройти не смогу. А рейтинг, конечно, снаряги уже 101 тысяча. Вот это вот сильно. Это прям очень сильно. Но событие достаточно-таки несложное. Я бы не сказал, что оно сложное. Проходится очень быстро. И марафон сам по себе добивается без особых проблем. Можно сказать, вы только его начинаете. И спустя час он у вас уже пройден. Опять же, все зависит от прокруток, вашего везения. И будете ли вы не будете вы тратить рубины. Если будете тратить рубины, то вообще все езично. Если не будете, то чуть придется повозиться. Вот я без трат рубинов там около часов трех, наверное, потратил. Ну, может быть, чуть меньше. Там я точно не считал этого момента. Но вот после того, как я уже покрутил немножечко сундучок, там уже было, конечно же, все в разы легче. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайся на мой канал. Ставь лайк. Всем пока и до новых встреч.